Делаем вид, что мы профессионалы. Я потом это вставлю. В общем, сегодня супер экспресс-выпуск. Это Ксюха, она моя ученица, прошла курс основной фотографии, и такая говорит мне, Максим, а какой объектив купить поначалу для начального фотографа? Я говорю, берет рет... Бомжу. Бомжу. Прикиньте, сколько сообщений мне приходит ежедневно в разные социальные сети. Вконтакт, в Ютуб, в Инстаграм, от учеников, от подписчиков. И везде одни и те же вопросы. Какой монитор купить? Какой объектив купить? Какую камеру купить? Какой объектив будет лучше работать вот с этой камерой? А какую камеру лучше выбрать под этот объектив? Ответить на все эти вопросы просто нереально. Изучайте тему более широко, интересуйтесь всеми параметрами, понимайте, чем отличается один объектив от другого, одна камера от другой, и таким образом вы лучше поймете всю суть вопроса. Вот давайте с этим разбираться. Исходные данные. Мы хотим крутые жанровые портреты, чтобы все было атмосферно, светосильно, резко, чисто, плюс бесплатно. Многие мои ученики постоянно спрашивают меня о комплекте оборудования, желательно до 100 тысяч рублей. В принципе, мы можем взять с вами Sigma 35 1.4 Art, новую за 65 тысяч рублей. Ее, конечно, можно взять и с рук, там, тысяч за 50. Но на 50 тысяч остаточных вы возьмете только кроп. А кроп не раскроет функционал этой 35-ки, она же под фулл-фрейм. Поэтому, имея бюджет до 100 тысяч рублей, не лучшее решение вкладывать деньги в дорогой объектив. Лучше приобретите сразу себе хороший фулл-фрейм. Он даст вам намного более высокое преимущество по качеству картинки. Он как раз и будет раскрывать функционал фулл-фрейм объективов. А потом уже профессиональные стекла вы сможете докупить в перспективе. Так, стоп-стоп-стоп. Если мы купили профессиональный фулл-фрейм, все деньги вложили в него, на что нам снимать? Объектив-то нужен здесь и сейчас. И вот здесь на помощь приходят супер-бюджетные стекла, которых сейчас просто завались. И в качестве примера я наткнулся на них совершенно недавно. Это компания Seven Artisans, 7 Partisan, которая делает вроде супер-супер дешевые стекла. Там в районе 10-15 тысяч рублей можно взять на фулл-фрейм хорошую стекляшку. Сам я об этих стеклах узнал совсем недавно в интернете. Я в руках их не держал. Понятное дело, это кусок мутного стекла. Но для начинающего фотографа, для обучения, для неспешных съемок, а самое главное, для вашего воспитания и чувства процесса съемки, эти объективы самое то. Итак, ко мне с классическим вопросом подошла ученица курса основ фотографий, который вот прям недавно закончился, и спросила касаемо оборудования. Что же взять? У нее как раз была финансовая подушка в районе 100 тысяч рублей. И я ей посоветовал взять, на мой взгляд, идеальнейший фотоаппарат для начинающего фотографа Sony A7 Mark II, который она взяла новый за 75 тысяч рублей. И у нее, по сути дела, оставалось 25 тысяч рублей. На эти деньги можно было купить оригинальный Sony автофокусный полтинник. Но всем прекрасно знаем, что 50 миллиметров, он классен для портретов, но не для жанровых портретов. Широкие атмосферные кадры на пленэре, в студии, в интерьере где-то вы на него не поснимаете. То есть можно будет делать только классические вертикалки. А более горизонтальные, такие более киношные портреты на полтинник будет снять сложные. Я ей посоветовал взять 35-ку. 35-ка, она имеет намного более широкие углы обзора. Она дает намного более интересную, атмосферную, опять же, киношную картинку. И вот здесь мы уже упираемся в какой-то ценовой потолок. Мы можем взять, конечно, Carl Zeiss за 150 тысяч. Мы можем взять с вами Sigma новую за 65. Но если вот сейчас прям хочется уже этого фокусного расстояния, а денег нет, Seven Artesans за что-то 10, либо там 12 тысяч рублей как раз стал нашим вариантом. В целом за 85 тысяч рублей вы можете взять классную фулл-фрейм камеру и купить к ней Seven Artesans 35 мм F2.0 и уже получить вполне рабочий комплект. Когда Ксения принесла уже на занятие это стекло, я его пощупал, повертел в руках. Понятное дело, это мутная стекляшка, но я не мог оставить этот объектив без обзора, поэтому я взял это стекло плюс Sigma 35 мм F1.4 Art и решил провести вот такое небольшое полевое сравнение. Сейчас у меня на фото брать Sigma 35 мм F1.4 Art. Я делаю по классике три кадра на открытую диафрагму F1.4, потом закрываю диафрагму до значения F2, потом меняю на Seven Artesans 35 F2 и делаю кадр третий на открытую диафрагму F2 уже 35-мм Seven Artesans. И потом мы эти кадры с вами все сравним. Окей, поехали. Sigma 35 мм F1.4 Art еще вот слева чуть-чуть волосу можешь за ухо туда немножко закинуть. Ага, и смотришь туда чуть выше горизонтика. Ага, отлично, отлично. Так, это наш первый кадр. Далее закрываю диафрагму до значения F2. Чуть-чуть надо, конечно, выдержку по длине поставить. Делаю кадры. Тык-тык-тык. Меняемся стеклами. Ставлю Seven Artesans. Открываю диафрагму до значения F2. Это максимально открытое на этом объективе. Фокусироваться мне приходится по фокус-пикингу. Элементарно просто и быстро. Я ловлю желтенький цвет на лице Арины. И у меня получается очень славный кадр. Сделай сейчас, пожалуйста, шаг назад. И на счет три сделай шаг вперед. Я тебя сфотографирую. Готово? Раз, два, три. Прыгай в воду, прыгай в воду, прыгай. Ну мы же договаривались. Ты сейчас должна была по сюжету прыгнуть в воду. Что это происходит? Зачем мы это делаем? Какая-то стандартная ситуация. Максим, этим я занимаюсь только с тобой. Минимальная дистанция у этого объектива реально маленькая. Всего 35 сантиметров. Поэтому даже крупный портрет вы можете сделать технически на этот объектив. Но в любом случае для 35 миллиметров идеальное расстояние до модели должно соблюдаться порядка 80-90 сантиметров. Тогда вы получите максимально естественные пропорции лица. Ну и опять же у нас все получается очень славно. С этого же расстояния я попробую сделать еще несколько кадров на Sigma и также прикреплю их к сравнению. Объектив на самом деле очень крутой в плане своего размера. Он маленький. Его мне кажется идеально брать с собой в путешествие. Потому что его можно засунуть в карман. Я думаю меня компания Sigma уволит за такие слова. Но говорю вам как есть. Например, если вы не имеете 55 тысяч рублей на новую Sigma 35 миллиметров 1.4 арты, у вас есть фулл фрейм, то поначалу за 10-11... То на первое время примерно за 10-11 тысяч рублей вы можете найти Seven Artesans и делать вроде прикольные крутые кадры. Но опять же сравнивать вам. На первый взгляд картинка кажется вполне сносной. Особенно если просматривать ее на дисплее камеры. Резкости в центре кадра предостаточно. По краям картинка начинает плыть. Но если вы ограничиваетесь публикацией фото исключительно в инстаграм, то лезвийная резкость вам и не нужна. В явном виде выдаваемая резкость проявляется в сравнении с профессиональными стеклами. Я взял три кадра. Сделанные на Seven Artesans и Sigma 35 миллиметров с диафрагмами 2 и 1.4. Здесь очень хорошо видно, насколько сильно Seven Artesans уступает Sigma по резкости. Даже с учетом того, что моя Sigma еще из первой партии арт-линейки 2012 года. Также я не могу не отметить очень сильное загрязнение цвета. Seven Artesans начинает пачкать и смешивать цвета. В результате ваша картинка становится менее контрастной и по ощущению затуманенной. Тут безоговорочным лидером опять же является Sigma. Но, ребят, цель этого обзора опять же не сравнивать кто лучше, а просто дать некий ориентир. Что можно практически бесплатно выцепить стекло перед покупкой дорогой профессиональной оптики. И понять, как эта оптика будет у вас в дальнейшем работать по углам обзора. Сначала делаю на открытую диафрагму. А можешь ручки положить на грудь? И еще один кадрик делаю уже на совсем открытую диафрагму. Ну, Sigma, конечно же, размывает задний план намного сильнее. Портреты получаются более атмосферные. Тем более минимальная дистанция фокусировки здесь. 29 или 28, он намного более крупно можно поднести объектив к объекту съемки. То есть делать кадры уже в макро режиме. Из минусов стекло мутное. И пачкает цвет. Конечно, не так сильно оно пачкает, как гелиус какой-нибудь. Но в любом случае получить чистый цвет вы на него не сможете. Ну и автофокуса на нем нет. А из плюсов это компактный размер. Очень удобное кольцо фокусировки. Диафрагма F2 достаточно светосильная. Но и, блин, ребят, 35-ка на фулл фрейм за 11 тысяч рублей. Мне кажется, это единственный и самый важный плюс. Если подвести итог, я могу сказать, что 7Artisans это идеальный объектив в качестве затычки. Ровно до тех пор, пока вы не накопите деньги на профессиональное решение. Полностью рабочим инструментом его считать, конечно же, нельзя. Но как шаг на пути к совершенству вашего оптического арсенала, он подойдет как никто другой. Как-никак он дает возможность практически бесплатно, хоть краем глаза, прикоснуться к видению фотографов, которые снимают на 35-ке светосильные на фулл фрейм. Сделанные кадры я прикрепляю в описании к видео. Скачивайте, просматривайте. Обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Мне будет приятно. А я пошел фотографировать на свою любимую 35-ку. Дальше пока. Продолжение следует...